Партия Яблоко Петербургская организация, прежде всего ее лидеры Максим Резник и Михаил Амосов Я считаю, что эти выборы в Петербурге чрезвычайно важны Как вы знаете, они будут проходить одновременно с выборами в Государственную Думу и накануне президентских выборов в России Вы знаете, что лозунг партии Яблоко, главный лозунг, Россия требует перемен Безусловно, такие перемены нужны Петербургу Но мы решили, и мы считаем это абсолютно важным, сосредоточить свои усилия именно на том Что эти перемены должны начаться в Петербурге Не просто состояться в Петербурге, а именно начаться с Петербурга Ведь Россия очень большая страна Невозможно начать все сразу и везде и для всех И мы считаем, что Петербург это именно тот город, откуда можно начать те изменения, которые нужны России в целом Петербург это первый европейский город в России Таковым его считают и в нашей стране, и во всем мире Петербург это не вторая столица Это культурный центр России Образовательный, научный Петербург самый гражданский город в России Именно Петербургу удалось отстоять свое достоинство как городу И с помощью граждан, то есть с вашей помощью Защитить город от безумного строительства небоскреба чуть ли не в самом центре города Я очень горжусь тем, что Яблоко участвовало в этом И наши товарищи сделали все, чтобы не испортили Петербург навечно Мы обещали, мы выполнили Мы смогли это сделать Петербург, его гражданское общество смогло отстоять красоту и достоинство Историю и будущее такого города как Петербург Перемены в Петербурге уже начались Изменился состав руководства города Пришел новый губернатор В регионе новый представитель президента Скоро будут выборы в законодательное собрание Вот именно наступает тот момент Когда мы можем самым серьезным образом повлиять на будущее В нашем Петербурге, в нашем городе И я думаю, что Яблоко Именно та партия, которая больше всего Может рассчитывать сейчас на поддержку граждан Для того, чтобы именно эту идею реализовать Яблоко очень долгое время было в составе законодательного собрания Петербурга И я думаю, что те несколько лет, когда его там не было Показали, насколько было бы полезно, чтобы она вернулась туда вновь У меня в этом нет сомнений А необходимо это для того, чтобы реально сделать жизнь в Петербурге Новой, другой, гораздо лучше, гораздо комфортней В этом смысле Петербургу, конечно, нужны перемены Я назову вам те перемены, которые мы беремся осуществить в самое ближайшее время Во-первых, мы примем такие законы, которые обеспечат решающее влияние общества На исполнительную власть в Петербурге Вплоть до того, что именно вы, граждане, будете определять состав исполнительной власти в Петербурге Опыт предыдущего губернатора показал, насколько это необходимо Я думаю, с этим уже все согласны Во-вторых, мы обеспечим максимальную прозрачность власти Мы сделаем так, что каждый из вас сможет увидеть каждую копейку, которую он вносит в городской бюджет Он увидит расходование всех средств, которые тратит городская власть И всегда сможет ее проконтролировать Поставить власть города под контроль горожан Важнейшая наша задача И мы ее быстро сможем осуществить В-третьих, для того, чтобы это осуществить Для того, чтобы это сделать Мы максимально расширим возможности общественной дискуссии в городе Чтобы и власть, и город всегда знали Каково же мнение горожан по самым главным и ключевым вопросам развития города Его инфраструктуры, строительства, защиты памятников, транспорта, социального обеспечения Это чрезвычайно важная вещь В-четвертых, мы сделаем Петербург самым привлекательным городом в России для креативного предпринимательства Для креативного бизнеса У нас практически готов проект закона По этому вопросу мы сделаем так, что вся Европа назовет Петербург наиболее привлекательным городом для нового креативного бизнеса 21 века И, наконец, требует серьезной глубокой реформы, глубочайших перемен вся социальная сфера города Мы сделаем так, чтобы каждый житель точно знал, как расходуются социальные фонды И мог ими воспользоваться так, как он считает для себя важным Чтобы он мог потратить эти деньги на того врача, которого он считает для себя наиболее приемлемым Чтобы его дети учились в том образовательном учреждении, в котором выбрала его семья и в котором наиболее полезно учиться его детям Чтобы деньги, социальные деньги, хотя они и находятся в бюджете Чтобы они сопровождали каждого горожанина и чтобы он мог ими пользоваться так, как он найдет нужным Вот эти перемены позволят показать всей России, что такое настоящая альтернатива Что можно сделать в одном городе, если в нем граждане реально влияют на происходящие события Это и есть на самом деле демократия, та демократия, за которой Петербург боролся 20 лет назад Ну и еще мне часто задают вопрос, почему я в этом участвую? Почему я приехал? Именно я в Петербург Ответ мой простой Я верю в будущее Я надеюсь на вас И я люблю Россию и Петербург Субтитры создавал DimaTorzok